привет ребят меня зовут лена я графический дизайнер и сегодня мы с вами создадим вот такой вот карандашик программе adobe иллюстратор если вам интересно то погнали так ребят ну что приступаем к созданию нашего карандашика вот эти цвета мы будем использовать создание карандаша вот пример карандаша который мы сейчас будем создавать ну что погнали берем инструмент прямоугольник рисуем здесь вот рядом вот такой прямоугольничек вот такой вот так заливаем его вот этим желтым цветом теперь давайте сделаем наконечник карандаша выделяем прямоугольник берем инструмент перо плюс вот тут по центру ставим опорную точку вот тут давайте многое сдвину сдвигается она с помощью стрелочки на клавиатуре ту сторону которую вам надо теперь берем инструмент прямое деление хватаем левой клавиши мыши за опорную точку и тянем вниз так вот теперь давайте отделим наконечник цвет наконечника у нас будет вот такой давайте сразу возьму пипетка этот цвет берем прямоугольник давайте приблизим мин что масштабом вот так теперь прямоугольник вот так выделяем желтый карандашик скопируем control c control f теперь не снимаем деление давайте скруппируем прямоугольника карандашик сначала выделим прямоугольник зажимаем клавишу пишет теперь правой кнопкой нажимаем загруппировать эффект обработка контуров пересечения объект объект разобрать оформление все вот наконечник наш готов давайте масштаб опять сделаем 50 процентов и теперь давайте создадим вот эту вот белую полосу также берем цвет вот этот цвет вот так берем также прямоугольник вот только наверно отрежем также выделяем желтый карандаш control c control f не снимаем деление также выделяем прямоугольник shift выделили сгруппировать эффект обработка контуров пересечения объект разобрать оформление все мы сделали с вами белую полосу теперь давайте делать пластик берем инструмент прямоугольник у нас радиус прямоугольника 15 пикселей вот так рисуем наш ластик цвет берем вот этот выделение монтаж переложить назад все теперь давайте посмотрим что получилось но что 50 процентов вот такой у нас карандашик получается теперь давайте создавать тени давайте немножко приблизим вот так и опустим вот так цвета ребят буду брать этого карандаша так как у вас все цвета перед вами есть вы потом сможете их вбить себе вот сюда в образцы и брать эти же цвета или цвета которые вы сами захотите это в принципе не важно это же урок так давайте переходим к теням берем опять инструмент прямоугольник и вот отсюда рисуем до сюда линию примерно нагласно рисуйте тут это не важно особо потому что опять же за акцентирую что это урок вот так отпустили теперь ее надо с этой стороны тоже делать контроль c контроль f перенесем вот сюда или нарисуйте опять то есть это не суть важно вот давайте немножко сдвинем вот так вот по моему примерно они одинаковые неважно это сейчас давайте немножко удлиним выделим эти два прямоугольника и вы их немножко вверх чтобы все необходимые не были захвачены так теперь начинаем делать тени начиная сверху вниз выделяем наш ластик контроль c контроль f копируем копируем этот прямоугольник розовый контроль c контроль c контроль f не снимаем деление выделяем ластик загруппировать эффект обработка контуров пересечения объект разобрать все теперь белый прямоугольник контроль c контроль f опять розовый контроль c контроль c контроль f опять группируем эффект обработка контуров пересечения объект разобрать оформление не беспокойтесь все делается как надо опять копируем желтый не опять точнее а теперь копируем желтый карандаш он же лица контроль f этот прямоугольник уже не копируем а просто берем его сгруппировать эффект обработка контуров пересечения объект разобрать оформление так здесь вот ничего страшного что она выходит просто вот этот наконечник вы перенесете на передний план и все тип-то так давайте дальше к теням так верхний верхнюю тень нашего ластика делаем вот этого цвета вот так переносим назад монтаж приложить назад вот это мы делаем цвета и эту тень мы делаем таким оранжевым так вот с этой стороны получилось у нас тень теперь давайте я сейчас быстро сделаю тень с этой стороны так ребята вот такие тени у нас получились теперь дальше переходим к оформлению вот этой части карандашиком масштабируем и делаем сначала вот эти тени берем инструмент перо вот в этот так берем вот этот цвет перо вот этот угол ставим опорную точку в этот угол и в этот и соединяем все с этой стороны тень получилось теперь опять берем инструмент перо в этот угол в нижней в этот и сюда все такая тень у нас получилась давайте сделаем сейчас наконечник черненький он так берем прямоугольник черный цвет ой извиняюсь выделить забыла снять выделение берем прямоугольник черный цвет сколько вот так вот сделаем наконечник теперь смотрите этот квадратик control c control f так теперь сгруппируем с черным квадратом сгруппировать эффект обработка контуров пересечения объект разобрать оформление все давайте посмотрим что получилось десять процентов вот такой наконечник получился теперь давайте сделаем вот эти вот линии как будто после точилки берем элипсы берем сначала вот этот цвет и рисую здесь элипс сейчас мы все с вами сделаем что было красиво вот сюда приближу чтобы все совпадало так теперь еще рисуем элипс давайте скопируем control c control f зальем вот этим цветом и давайте сюда что у нас тут получится сузим опускать надо допустим опустила вот так и теперь здесь сделаем control c control f и перенесем его сюда вот это все не торчало некрасиво так начало центральный control c control ф наш треугольник в низу карандаша мы копируем и давайте сгруппируем с этим элипсом сгруппировать эффект обработка контуров исключение объект разобрать оформление зажимаете клавишу shift выделяете снимаете выделение вот с этой части сначала только разгруппируйте теперь снимаете клавишу белит теперь опять делаем копию вот этого треугольника control c control c control f выделяем его и вот этот элипс группируем эффект обработка контуров исключение объект разобрать оформление разгруппировать и снимаем выделение только с этой части и нажимаем делить цвет делаем этот и также здесь делаем то же самое опять этот треугольник control c control f выделяем этот элипс группируем эффект обработка контуров исключение объект разобрать оформление разгруппировать снимаем выделение с этой части и нажимаем дэли так ну что давайте масштабируем и посмотрим что получилось 50 процентов масштабирования все ребят вот такой у нас получился брат карандаш я бы не хотела сказать что они прямо идентичны но мы этого не добивались вообще на самом деле когда вы рисуете иллюстрацию очень редко может получиться у вас сто процентов одинаковый результат но этого и не надо так а что там у тут с вами свет они сделали на пипетке вот так извиняюсь и не надо идентичности потому что это должно быть каждая люстрация индивидуально ну в общем сегодня мы с вами научились рисовать вот такой вот карандашик с тенями как раз очень актуально для сентября потому что сейчас школа и такая учебная актуальная тема ну что ребят спасибо что послушали мой урок надеюсь он вам пригодится и если вам нравятся уроки в графическом дизайне и графический дизайн то подписывайтесь на мой канал ставьте лайки нажимайте колокольчик несколько раз неделю будут выходить новые уроки надеюсь вы будете учиться образовываться и вам это все будет очень очень полезно и вы в скором времени станете профессиональными графическими дизайнерами но все ребят пока пока целую пока